Ну, заранее спасибо за внимание. И извините, что уровень моего знания русского языка не так высокий, но я хочу тоже поблагодарить тех, как Алексей и другие, которые много работали, чтобы переводить мой доклад. И вот доклад на экране. Извините, что между ними есть экран. Я постараюсь, что мой доклад довольно живой, живой, живой будет. Так что я буду читать. Да, я хотел познакомиться с Токвилем, с вами познакомиться с Токвилем, потому что мы чувствуем, и мы говорили с Константином Борисовичем вчера, о том, что Токвилем сейчас и во Франции, и в других странах интерес к Токвилю развивается. Токвилем был мыслитель демократии, мыслитель силы демократии, тоже слабости. Или слабостей демократии. И мы знаем, что в нашей стране, в наших странах очень разные истории, пути. Но есть повсюду стремление к демократии, к истинной демократии. Это не абсолют, абсолют это царство Божие для нас. Но вы знаете, как он traduit, Черчилль, который говорит, что демократия, это... Хуже система исключительно от всех других. Ну, и особенно в моей стране сейчас, во Франции, где религиозный вопрос религии и вопрос положения религии или в государстве, или в социальной жизни, это всегда трудный вопрос у нас после нашей революции. И французская политическая ментальность очень строго, обычно очень строго разделяет и социальная жизнь, и политическая жизнь, и даже культурная жизнь, и религиозная жизнь. Но недавно, это было в 2007 году, наш президент Саркозий был в Риме. Он осуждал римского папы, и он произнес очень интересную речь, и очень неожиданную речь во Франции. И в его речи он говорил о важности религии и веры в социальной жизни во Франции. Это что-то очень неожиданное у нас, что президент республики говорит об этом предмете. И я помню это выражение. Он сказал, наша страна, наша демократия нуждается людьми, которые надеются. Мы нуждаемся надеждой. И только люди, которые веруют, надеют. Или не только, но он говорит, что люди, которые веруют, они надеют. И наша страна, наше общество нуждаются. И я думаю, что Токвилля, мы сейчас говорим о Токвилле, он очень хорошо чувствовал, что демократическое общество и всякое общество нуждается в веру, в религию. Потому что нуждается какой-то горизонт, надежда, и нуждается тоже какой-то особенный динамизм, особенную динамику, которую только веру может принести. И вот это главная проблематика моего доклада. Хорошо. Вы согласны? Да, мы заинтересованы. Так, во-первых, короткое выступление, чтобы лучше понять эту проблематику. В момент распада коммунистического блока французское правительство выступило с инициативой перевода основных произведений Алексея Токвилля в разных недавно освобожденных странах. На первый взгляд могло показаться, что это подарок устоявшийся и уверенной во своих ценностях демократии, как Франция, своим младшим сестрам из другой Европы, которые внезапно вышли на историческую арену. Кстати, Алексей Токвилль, французский мыслитель первой половины XIX века, признан одним из самых пронизательных теоретиков демократического устройства и его требований. Но Токвилль также описал слабые стороны демократии и возможные отклонения в употреблении политической свободы. Таким образом, интерес к нему в демократических странах Запада сегодня вновь возрастает, поскольку они уже не так уверены в себе. И все, и все большее осознают, в частности во Франции, что осуществленное гражданство в них как бы поражено анемией. Таким образом, предлагая перевести Токвилля, наша старая республика хотела не только преподать уроки демократии, получившим свободу восточным странам, она хотела также свидетельствовать, что демократия является великим благом, которое, однако, можно расточить, если со всей моральной ответственностью не будет поддерживаться политическая свобода. Токвилля трудно классифицировать. Он одновременно историк, социолог, он тоже юрист, конституционалист, он и тоже время философ, моралист и антрополог. И тоже это очень интересно, потому что у него дисциплины очень разные, предметы очень разные. Именно в соединении всех этих дисциплин и состоит богатство и оригинальность его мыслей. В нем принято видеть основателя современной политической науки, по меньшей крайней мере в Западной Европе. Философские, но современные комментаторы подчеркивают, в отличие от своих предшественников, философские и даже почти богословские аспекты его мыслей. Он не высокий богослов в его роде, но есть и богословские аспекты в его труде. В этой перспективе некоторые нашли у Токвиля оригинальные размышления об определяющей роли религии в демократической жизни особенностей нации. И это тема, которую политическая наука обычно обходит стороной с некоторыми существенными исключениями, как, например, школа Макс Вебер. Вы знаете Макс Вебер. «Летик протестант и лесприт капитализма». Именно эту проблематику я бы и хотел рассмотреть с вами. И я буду, да, я была бы выразить эту проблематику, как следить. Какова роль веры и ценностей, которые она вызывает к жизни в общей динамике демократического общества? Другой вопрос. Как размышлять о том, в чем так часто пренебрегали или даже отрицали? Я имею в виду связь между гражданственностью и религией. Мы видим, что речь идет не только о чисто интеллектуальных соображениях. Размышления такого рода требуют участия каждого из нас. Отсылает к нашей собственной ответственности. Христианин, будучи служителем Царства Божьего в этом мире, не может не интересоваться градом человечества. Вера, которая его направляет к вечности, и это очень важно, не лишает его земных обязанностей, но, напротив, позволяет ему привнести в жизнь то, что Макс Вебер называет вкусом к будущему. А это и есть характеристика любой живой демократии. Сейчас надо познакомиться немножко с Токвилем. Токвилем и его размышления о демократии. Токвилем – это действительно человек своего времени, но я думаю, и поэтому я делаю этот доклад, я думаю, что его мысль тоже очень современная. Но для начала познакомимся с Токвилем. Токвилем родился в 1805 году, а умер в 1859 году. Он был чистым аристократом по рождению. Его семья очень пострадала от насилия во времени французской революции. Однако он не разделял реакционную и монархическую идеологию, которая преобладала в его семье и в его среде. На протяжении его взрослой жизни во Франции сменились четыре разных политических режима, которым он лоялно служил в двух ипостасях, как магистрат, он был магистрат, это был его профессиональный до конца. И он был тоже местный политик в Нормандии. Но он очень недолго был министром иностранных дел. После революции, после другой революции, это была революция 1848 года, которая установила видимость республиканского режима. Так что нельзя сказать, что Токвилем был в первую очередь человеком действия или дела. Он скорее был мыслителем. Его также нельзя назвать человеком, принадлежащим к какой-то партии, сторонником какого-то режима или идеологии. Он, да, я буду, я буду назвать человеком интуиции, человеком интуиции. На фоне смены власти и очень большой политической нестабильности, которую переживала Франция в тот период, он смог разглядеть появление необратимой силы. Это появление демокрации, порожденной движением к равенству социальных условий, которое становилось все более реальным. Надо быть осторожным, потому что вы будете заметить, я думаю, что несколько акцентов Токвиля могут напоминать на акценты марксистов. Социальные классы, социальные движения. Но он совершенно, он либерален, он совершенно не марксист. Но он очень был, он обратился внимание на связи между социальным движением, связи между социальными классами и политическими учреждениями. Токвилл использовался двумя лабораториями. Лаборатория Америки и лаборатория Франции. Две нации были теми лабораториями, которые позволили Токвиллу разработать свою теорию демократии. Его родная Франция и Соединенные Штаты Америки. В то время еще молодая, развивающаяся демократия. И Поль Балер сказал мне сегодня утром, что это была первая половина 19 века. Это был очень хороший период. Это была юность американской демократии. Именно им он посвятил на своих главных произведениях. Старый режим и революция, это о Франции, и демократия в Америке, в Соединенных Штатах. Старый режим и революция, он издал, он написал в 1856 году. Это его последнее произведение, которое, кстати, не кончено. Но именно в этой книге «Старый режим и революция» он развивает свою великую и первостепенную интуицию. На первый взгляд французская революция кажется беспрецедентным политическим переворотом, разрывом истории, который породил новый политический и социальный порядок. Не так ли? Да. Но Токвейн решил заглянуть дальше и глубже. Так он выделяет намного больше элементов продолжительности, нежели радикальных трансформаций. И это очень оригинально. Произошла ли революция именно во Франции, потому что она была особенно социально отсталой? Это его вопрос. Напротив, он отвечает. Именно из-за того, что Франция на протяжении длительного времени переживала удивительный подъем буржуазии, борьба благородного сословия за сохранение своих привилегий была особенно жесткой. И в течение 17-го и 18-го веков французская знать была частично лишена своих политических, административных и культурных ролей. Причина этого – совместная деятельность силной централистской монархической власти и динамической буржуазии, получившей доступ к наиболее важным объявленностям, как гражданским, так и моральным. По сути, французская революция грубо и превсередно принесла в жертву или посвящала развитие общества, посвящала развитие общества, которое уже далеко продвинулось на пути равенства и рационализации центральной власти. Это очень интересно, это замечено. Токвилл воспринимает приход демократии не просто как изменение политических институций, но как неудержимое по своей сути, вызванное тем, что он называет «жаждой равенства». «Жаждой равенства». Вот, я потерял. Вот. Чтобы проверить свои фундаментарные убеждения, Токвилл обратился к другой национальной лаборатории, к не так давно основанным Соединенным Штатам Америки. Будучи молодым судьей, он добился разрешения отправиться изучать американскую карательную систему. Но это не была своя главная цель. Это была указа, возможность. Благодаря этой поездке, которая продлилась несколько месяцев, он смог изучить все политические, социальные, моральные и культурные особенности общества, которые с самого начала были основаны на идеалах свободы и демокрации. Основываясь на многочисленных записях, которые он сумел собрать, Токвилл составил шедевр, мгновенно прослабивший его «Демокрация Америки». Первая часть книги была опубликована в 1835 году. Изучая источники и саму историю молодой американской демокрации, Токвилл хочет показать, что сама демокрация порождает некий вид политических институций, а не наоборот. Из-за исторической уникальности Соединенных Штатов, именно там жажда равенства смогла найти наиболее свободное выражение и основать институции демократического вида. Вслед за этим он детально анализирует дух и функционирование этих, так называемых, демократических институций. А ниже я вернусь к этому вопросу. Вторая часть... Вторая часть демократии в Европе более абстрактна, но не менее интересна. В ней Токвилл анализирует влияние институций на обычай. Это очень интересно. Демократическое общество порождает своеобразного homo democraticus, демократический человека. Оно всячески влияет на наиболее важные сферы, такие как религия, семья, философия, поэзия, даже поэзия. Демократия уменьшивает уровень поэзии. По Токвиллу вы будете, может быть, протестировать, не знаю. Но философия, поэзия или литература и так далее. Токвилл выступает в качестве морализирующего социолога и философа. И, не обходя стороной сферы политики и институционального, он стремится выделить моральный динамизм целого общества. И в этом и состоит большая оригинальность его мыслей, очень синтетической и тематической. Так наиболее полно раскрывается эта новая, что он называет, новая политическая наука, которую он ясно хотел основать. И, вот, Токвилл написал, он написал, когда он написал о демократии в Америке, он написал, «В Америке я увидел больше, нежели Америку». Американская лаборатория позволила Токвиллю уточнить и проверить его великую гипотезу о наступлении демократии, а также подробно описать ее последствия для общественной жизни в целом. Позвольте мне или даже Алисею процитировать начало введения к демократии в Америке. Среди множества новых предметов и явлений, привлекших к себе мое внимание во время пребывания в Соединенных Штатах, сильнее всему я был поражен равенством условий существования людей. Я без труда установил то огромное влияние, которое оказывает это первостепенное обстоятельство на все течения общественной жизни. Передавая определенное направление общественному мнению и законам страны, оно заставляет тех, кто управляет ею, признавать совершенно новые нормы, а тех, кем управляет, вынуждает обретать особые навыки. Вскоре я осознал, что то же самое обстоятельство распространяет свое воздействие далеко за пределы сферы политических нравов и юридических норм, и что его власть сказывается как на правительственном уровне, так и в равной мере в жизни самого гражданского общества. Равенство создает мнение, порождает определенные чувства, внушает обычаи, модифицирует все то, что не вызывается им непосредственно. Таким образом, по мере того, как я занимался изучением американского общества, я все явственнее усматривал в равенстве условий исходную первопричину, из которой, по всей видимости, растекало каждое конкретное явление общественной жизни американца. И я постоянно обнаруживал ее перед собой в качестве той центральной точки, в которой сходили все мои наблюдения. Затем, когда мысленным взором я обратился к нашему полушарию, мне показалось, что я и здесь могу выделить нечто подобное тому, что я наблюдал в новом свете. Я видел равенство условий, которые, не достигая здесь, в отличие от Соединенных Штатов, своих крайних пределов, ежедневно приближались к ним. И мне представилось, что та самая демократия, которая господствовала в американском обществе, стремительно идет к власти в Европе. В этот период у меня и созрела мысль написать данную книгу. Мы живем в эпоху Великой Демократической Революции. Все ее замечают, далеко не все оценивают ее исходным образом. Одни считают ее модным новшеством, рассматривают как случайность, еще надеются ее остановить, тогда как другие полагают, что она неодолима, поскольку представляется им в виде непрерывного, от самого древнего и постоянного из всех известных в истории процессов. Так что изучая демокрацию в Америке, Токвилл постарался выделить законы, которые определяют это фундаментальное историческое движение, как он описывается здесь. Затем он описал свои главные соображения, связанные со сложной и оживленной ситуацией, которая была во Франции, его родной стране, но также преобладала и во всей Старой Европе. Еще раз послушаем, что он говорит в последней части введения к демокрации в Америке. Поэтому я исследовал Америку не только для того, чтобы удовлетворить свое вполне законное любопытство, но и хотел извлечь из этого те полезные уроки, которые могли бы нам пригодиться. «Представление о том, будто я намеревался написать в Панигире, ничем необоснованное заблуждение. Любой человек, который станет читать эту книгу, сможет полностью удостовериться, что ничего подобного у меня и в мыслях не было. Не собирался я также превозносить и формы государственного правления как таковые, ибо лично я принадлежу к числу людей, считающих, что закон почти никогда не является абсолютно совершенным. Я даже считаю, что не вправе предлагать свои суждения относительно того, несет ли социальная революция, наступление которой не представляется неотвратимым, добром или же злом всему человечеству. Я принимаю эту революцию как факт, уже свершившийся или готовый вот-вот свершиться. И из всех народов, испытавших ее потрясение, я выбрал тот, у которого процессы ее развития протекали самым нежным путем или достигли при этом наивысшей степени завершенности, с тем, чтобы внимательно рассмотреть ее закономерные последствия и насколько это возможно, изыскать средства, с помощью которых из нее можно было бы извлечь в пользу государства. Я признаю, что в Америке я видел не просто Америку, я искал в ней образ самой демократии, ее основные свойства и черты характера, ее предрассудки и страсти. Я хотел постичь ее с тем, чтобы мы, по крайней мере, знали, что от нее можно ожидать и чего следует опасаться. Так что хорошо видно, что Токвиль вовсе немыслитель, который призван защищать какое-то дело или идеологию. Для него демокрация это неотвратимый феномен, который вписывается в историю практически независимо и от тех, кто ей противостоит, и от тех, кто служит. Следовательно, суть не в том, чтобы вынести на ее счет оценочное суждение, а в том, чтобы она действительно служила моральному прогрессу людей и общества. Для Токвиля ставкой здесь являются будущие цивилизации. Это его выражение. И послушаем сейчас, что он говорит о последних строчках своего ведения к демократии в Америке. В заключении, мне хотелось бы самому привлечь внимание читающей публики к тому обстоятельству, которое многим будет рассматриваться в качестве основного недостатка данной работы. Эта книга не рассчитана на вкусы тех или иных конкретных людей. Работая над ней, я не намеревался ни служить какой-то либо из партии, ни сражаться с он. Не пультируя свое особое мнение, я постарался заглянуть дальше, чем это делают приверженцы различных партий. Их интересует лишь завтрашний день, тогда как мне хотелось задуматься о будущем. Да, это очень здорово. Я мечтаю, что мы слушаем политиков, как говоря, их интересует лишь завтрашний день, а я, мне хотелось задуматься задуматься о будущем. Ну вот. Для Токвиля наступление демократии через равенство это проявление могущества истории. Но тем не менее, это движение не обрекает общество на фатальный детерминизм. Да. И вот большая разница с марксистом. Есть детерминизм. Напротив, оно открывает людям новое пространство ответственности и творчества. И об этом он напоминает в самых последних строчках своей книги. «Провидение сделало так, что род человеческий не совсем независим, но он и не так уж закаблен. Провидение очерчивает, это верно, каждому человеку некий фатальный круг, из которого он не может выбраться, однако в широких границах которого человек свободен и всемогущен. Это же относится и к народу. Сегодня нации уже не могут отказаться от равенства, однако от них зависит, приведет ли оно их к рабству или свободе, к просвещению или варварству, к процветанию или нищине». Вот пункт, очень важный пункт. И вы видите, как Токрилль он моральный философ тоже. И это очень не только социологи, но моральный. Вот есть проблема свободы, проблема использования свободы и для людей, и для общества. Что же может спасти общество, названное демократическим, от возможных демонов, от зависимости, от варварства или от бед? Это гарантия того, что равенство будет регулироваться и дополняться осуществлением подлинной политической свободы. если есть токриллическая идеология, это такая идеология, вот политическая, главная политическая идея. и в этом заключается центральный тезис, который объединяет весь трактор Токвиля и который мы детально рассмотрим во второй части, посвященный феноменологии и патологии демократии. Вот первая часть моего доклада. если есть вопросы, я думаю, есть останавливаемся. Нет, нет, там есть дальше. Дальше, можно дальше. Хорошо, потому что это было только познакомиться. Вот, анатомия и патология демократии. Мы убедились, что для Токвиля демократии это в первую очередь не институциональный режим, а социально-историческая динамика, последовательное и непрерывное развитие равенства. И лишь во вторую очередь она воплощается в представительских и частных институциях. Лишь тогда демократия должна стать по-настоящему политическим проектом и динамикой. Демократия должна быть проектом или стать проектом. Основанный на верховенстве права и опыте политической свободы этот проект должен как можно гармонично сочетать общее благо и лишний интерес. Трудно, но очень важно. И позвольте мне вновь обратиться к большой цитате Токвиля. В отрывке взятом из ведения к демократии в Америке он предлагает нам настоящую феноменологию демократии и часто сравнивает ее с прежними монархическими и аристократическими порядками. Но вот различия начинают терять четкость. Высокие барьеры между людьми становятся ниже. Поместья дробятся, власть переходит в руки многих, распространяется образованность и интеллектуальные способности людей уравниваются. Социальное устройство становится демократическим. Демократия в конечном счете мирно утверждает свое влияние на политические институты и общественные динамики. Так он пишет о наблюдаемой им социально-исторической динамике. Подробно описанный политический проект, который должен ей сопутствовать. В данной связи я вполне представляю себе такое общество, в котором каждый, относясь к закону как к своему личному делу, любил бы его и подчинялся бы ему без труда. Где власть правительства, не будучи обожествляемой, пользовалась бы уважением в качестве земной необходимости. Где любовь, питаемая людьми к воле государства, была бы не страстью, а разумным, спокойным чувствам. Когда каждый человек наделен правами и уверен в неотъемлемости этих прав, между всеми классами общества может установиться мужественное доверие и своего рода взаимная благосклонность, не имеющая равным образом ничего общего ни с чувством гордыни, ни с низкопоклонствами. Осознавая свои истинные интересы, народ понял бы, что для наслаждения теми благами, которые дает общество, ему необходимо принять возложенные на него обязанности. Свободная ассоциация граждан в этом случае могла бы играть роль могущественных вельмоз, защищая государство от опасности тирании и от угрозы вседозволенности. Я понимаю, что в подобном образом устроенном демократическом государстве общество не станет неподвижным, но движение внутри его социальной ткани может быть отмечено упорядоченностью и поступательностью. Если в таком обществе будет меньше блеска славы, чем в аристократии, то оно все же не будет знать стук крайней нужды. Наслаждение в нем станет более умеренным, а благосостояние более доступным. Знания людей будут менее обширными, но и невежество станет менее распространенным. Чувство утратит свою силу, но манера поведения станет более сглаженной. Пороки и недостатки будут чаще встречаться среди людей, но и преступности более редким явлением. Вместо прежнего энтузиазма и страстности убеждений, просвещенность и опытность граждан будет подчас побуждать их идти на великие жертвы. Поскольку всякий человек, в равной мере чувствуя свою способность и потребность в себе подобных, поймет, что он получил их поддержку только при условии, что сам будет готов оказывать помощь. Граждане без труда осознают, что их личные интересы прочно связаны с интересами общества. Эти несколько строк открывают нам анатомию, скорее даже замечательную феноменологию состояния демократии. Она охватывает разные аспекты общества, отношения между социальными классами, дух институции, распределение средств, научный динамизм, гражданское и моральное состояние общества. Несмотря на некоторую насталивию по всему тому, что было замечательным и поэтичным аристократическом порядке, Токвиль все же приветствует переход к демократии как переход к более разумному и более справедливому состоянию общества. Но Токвиль не выступает идеологом или идеалистом с уважением и доверием выразив великие черты демократического устройства, а также влияние этого движения на историю. Он сразу выявляет возможные вызовы слабости и будем откровены патологии. патологии. Такие патологии ясно видны и на обществом уровне, и на индивидуальном. Они затрагивают все центральные проблемы, которые поднимает Токвиль, говоря о демократии. Как сочетать все более сильное становление равенства с опытом подлинной свободы? Как в моральном, так и в политическом смысле. И вот сейчас некоторые социальные патологии демократии. Первая главная патология демократии, болезнь демократии это тирания большинства. Тирания? Тирания большинства. В институциональном смысле всякая демократия зиждется на фундаментальном принципе на суверенитете народа. Этот великий принцип воплощается в правлении большинства. Токвиль основывает этот принцип мажоритарности на двух идеях. В первую очередь на идее мудрости. Моральная власть большинства отчасти основана на представлении о том, что собрание состоящее из множества людей обладает большими знаниями и мудростью чем один человек. Это просто. Но не так просто. Вторая идея утилитаристского порядка интерес и большинства следует предпочесть интересам меньшинства. Таким образом, мажоритарный принцип по-настоящему рационален, но не лишен и отклонений. Во-первых, он может перерасти в автоматизм, противоположный настоящей справедливости, взятое как самоутверждение, склонное к мане величия, политическое большинство может привести к противостоянию несправедливой воли большинства и справедливого требования меньшинства. Это может быть. токвиль часто ссылается на справедливость для жюстис, которая является общим законом и нурмой женерал, принятым большинством людей, и которая превосходит политический закон большинства. таким образом он признает право на сопротивление во имя суверенитета общечеловеческого. Это очень важно. Я думаю, что эта тема очень современная сейчас. признает право на сопротивление во имя суверенитета общечеловеческого, превосходящего суверенитет народа, который усуществляется в рамках конкретной демократической нации. В этой связи токвиль ясно настаивает на необходимости религиозной составляющей для основания природного закона, который в любом случае превосходит законы человеческие и защищает их от тираний большинства. Это правильно. Правильно в России. Это чистая христианская идея. Второй риск мажоритарного принципа заключается в препятствии свободно мыслить и блокировании желания действовать. Чтобы объяснить это, токвиль использует сильные образы. Так мажоритарная демократия проводит ужасный круг вокруг мысли. и обращается к более скрытым формам насилия по сравнению с другими режимами покидает тело и идет прямо к душе. Это очень опасно. и это напоминает в Евангелии о церковь тисмон Кристос Вибрации. Это напоминает то, от чего предостерегал Христос. Христос Вибрации. Парадоксальным образом этот режим основанный на идее свободы склонен лишать активной жизни большое число граждан тем самым отбрасывая ту оригинальную частицу которую они в себе несут. Следовательно комформист большинства это угроза для самой динамики демократии. Еще есть пример? И вторая патология демократии по Токвилю это мягкий деспотизм централизма. Мягкий деспотизм. Вот. Когда это деспотизм мягкий. Вот. Мягкий деспотизм централизма. Вполне естественно что основанная на увлечении равенством демократия влечет за собой сильный политический и административный централизм. Мягкий деспотизм. Которому граждане подчиняются поскольку видят в нем выражение народного суверенитета и лучшую гарантию равенства. Такой административный деспотизм который берет на себя ответственность за каждого гражданина разрушает социальную связь и традиционную общую ответственность. Коротко говоря это колыбель глубоко индивидуалистского общества. Послушаем удивительное описание Токвилля мягкого деспотизма типичного для демокрации. Типичного демокрации. Я хочу представить себе в каких новых формах в нашем мире будет развиваться деспотизм. Я вижу неисчислимые толпы равных и похожих друг на друга людей которые тратят свою жизнь в неустанных поисках маленьких и пошлых радостей заполняющих их душ. Каждый из них взятый в отдельности безразличен в судьбе всех прочих. Его дети и наиболее близкие из друзей и составляют для него весь рот человеческий. Что же касается других сограждан, то он находится рядом с ними но не видит их. Он задевает их но не ощущает. Он существует лишь сам по себе и только для себя. Если у него еще сохраняется семья то уже можно по крайней мере сказать что отечества у него нет. Над всеми этими толпами возвышается гигантская удовольствиями и следящая за судьбой каждого в толпе. Власть это абсолютно дотошно справедливо предусмотрительно и ласково. Ее можно было бы сравнить с родительским влиянием если бы ее задачей подобно родительской была подготовка человека к взрослой жизни. Между тем власть это напротив стремится к тому чтобы сохранить людей в их младенческом состоянии. Она желала бы чтобы граждане получали удовольствие и чтобы не думали ни о чем другом. Она охотно работает для общего блага но при этом желает быть единственным уполномоченным и арбитром. Она заботится о безопасности граждан предусматривает и обеспечивает их потребности облегчает им получение удовольствия берет на себя руководство их основными делами управляет их промышленностью регулирует права наследования и занимается дивизион их наследства. Отчего бы ей совсем не лишить их беспокойной необходимости мысли и жить на этом свете. Именно таким образом эта власть делает все менее полезным и редким обращением к свободе выбора. Она постоянно сужает сферу действия человеческой воли, постепенно лишая каждого отдельного гражданина возможности пользоваться всеми своими способностями. Равенство полностью подготовило людей к подобному поражено вещей. Она научила мириться с ним, а иногда даже воспринимать его как некая мана. Фантастическое описание. Это меня напоминает на Горджу Оуэлл. Но это тоже очень современное описание индивидуализма нашего общества. Новый демократический порядок влечет за собой форму социальной патологии, состоящей из индивидуализма и побега к личному опыту свободы. На самом деле эта социальная патология моральный кризис, который моделирует новый тип человека и гражданина, которого Токвиль описывает очень остроумно. И вот моральная патология Homo Democraticus или Homo Nis Democratici. Токвиль четко осознает моральное заболевание, которому человек подвергается в современном демократическом обществе. От него исходит бесконечное стремление к равенству в конечном мере. Человек демократии не замечает обмана, впадая в себя любие, своего рода социальный нарциссизм. Есть три отличительные черты такой ментальности. Это индивидуализм, это материализм и непостоянство. Индивидуализм, материализм и непостоянство. Начнем с индивидуализма. Как мы уже видели, демократия склонна разрушать социальную связь. Связь между социальными классами, а также между поколениями. Токвиль дает точное и яркое описание такого индивидуализма. Индивидуализм это взвешенное спокойное чувство, побуждающее каждого гражданина изолировать себя от массы себе подобных и замыкаться в узком семейном и дружеском круге. Создав для себя таким образом маленькое общество, человек охотно перестает тревожиться обо всем обществе. И так этот индивидуализм первая угроза вовлеченности граждан общества. Человек демокрации отличается и своим материалистическим менталитетом. В аристократическом обществе большая стабильность классов как в богатстве так и в бедности лишь изредка приводила к тому, чтобы материальные блага составляли главную жизненную цель. При демократическом порядке напротив стремление к равенству и социальная мобильность и тех и других погружает в беспреперывный поиск материального благосостояния. Доквиль ясно предчувствует появление потребительского общества основанного на морали пригодности и выгоды. Естественно, из-за материализма человек демократии больше не видит смысла в созерцании бесплатности и высших ценностях. Он погружается в зависимость от желаний, которые никогда не будут удавлять удовлетворение. Его моральная свобода из-за этого тяжело страдает. И, наконец, homo democraticus можно охарактеризовать фрагментальным отношением к темпоральности. Проще говоря, непостоянство. Он постоянно включен в гонку за сиюминутным удовлетворением своего благосостояния. Он теряет вкус к инвестированию и к большим начинаниям. Он живет эгоистической любовью к настоящему. На самом же деле настоящее это от него ускользует, поскольку он больше не основывается на прошлом и не направляется к будущему. Добродетели мужества, терпения и усердия утрачиваются. Фрагментарность времени приводит к рассеиванию смысла и фактически к бессмысленности или же к ничтожности. По словам Токвилиан, общество теряет вкус будущего. Итак, тенденция демократического общества особенно хорошо видна, когда она сочетается с утратой религиозных ценностей. Действительно, утрата смысла вечности ослабляет вкус будущего. Это дальше показано. Это большой вызов для правительств, которые должны вернуть своим гражданам смысл продолжительного и серьезного действия, которым и обеспечивается настоящий политический демократии. Без протеста. Подсуждение. Вот. И действительно утрата смысла вечности ослабляет вкус будущего. Это большой вызов для правительства бюджета. Если им это если есть правительство если им это удастся делать предположение токвиль они могли даже помочь некоторым людям вернуться религиозно верить. Это интересный круг который он описывает сейчас. Необходимо чтобы правительство прилагали усилия с целью вернуть людям то самое влечение к будущему которое более уже не внушается им религией и социальным строем. Чтобы они без громогласных заявлений ежедневно на практике учили граждан тому что богатство слава власти являются наградой за труд что большой успех приходит в результате сильного желания и что достигнутое без усилий не обладает никакой подлинной ценностью. Когда люди приучились задолго предвидеть все то что должно произойти в их земной жизни и жить надеждой им становится трудно постоянно ограничивать свои мысли строгими рамками этой жизни. Они всегда готовы перешагнуть эту границу и окинуть по другую ее сторону. Я не сомневаюсь в том что приучая граждан думать о будущем в этом мире их постепенно подвигают незаметно для них самих к восприятию религиозных убеждений. Таким образом средства позволяющие людям до определенного момента вообще обходиться без веры может в конце концов оказываться той единственной оставшейся у них возможностью с помощью которой человечество способно длинным покойным путем вернулся к ветру. Это очень интересный круг но я думаю что это немножко идеалист это почти конец но в этом удивительном и возможно слегка наивном по-моему наивном фрагменте Токвильд предлагает кругообразную связь между наставительной ролью правительств и такой же роль религии тем самым он стремится вернуть гражданам вкус будущем новой политической науке которую он предлагает религиозные ценности не чужды духу города как необходимой составляющей демократии именно эту связь я бы хотел с вами рассмотреть в дальнейшем но вот это будет думаю на будущей неделе мы будем с Токвилем слушать как религия как вера отвечает и помогает демократия в области этих славы этих славостей этих патологий как вера и религия развивает демократическое этус вот спасибо вопрос вопрос и соображение это конечно что болезло но у меня такое ощущение что мы слушаем лекцию не отопили о Хосе Артагайгасовке и его статье восстание масс это одно а вопрос у меня такой мне просто я не знаю этого по материалу в какой мере его мысли связанные с французской исторической школой с Гизо там с Кили есть ли какая-то связь между ними или он делает какой-то шаг в следующий да он связан с Кизо исторической школой он тоже есть у него связи с философией спирит или спиритуалист его философия это философия спирит да и есть вот есть связи с историей он да он да потому что историческая школа Гизо она занималась изучением цивилизации и социальные движения роль социальных движений в истории и потом он тоже есть связи с философией спиритуалист и эклектизмом спиритуалист как то мы знаем спиритуалист и эклектизмом да когда только что Домас Бреннер говорил о том что есть погода и нельзя сделать вид что мы не имеем никакого отношения действительно новой погодой современных обществах является индивидуализм и вопрос в том с одной стороны мы видим аристократа который до сих пор во Франции существует замок Токлиля и можно увидеть из какого аристократического контекста он вышел навстречу равенцев и понял что этот вкус к равенству и тяга к этому людей которые никогда замков не имели идут к этому и совсем другого исторического прошлого это сила необратимая с ней нельзя справиться как с грозой или с какими-то климатическими условиями но с другой стороны возникает вопрос каким образом этот индивидуализм может быть переосмыслен или переобран один из самых крупных современных политических философов Чарльз Тейлор он начинает с Токлиля он говорит что главная болезнь малезь современности это именно вот это замыкание в свой кружок и этими кружками очень легко опекунская власть может руководить рулить и поступать как хочет и когда только что мы слышали описание опекунской власти было такое впечатление что это репортажи с Белоруссией я прошу прощения причем только называется это не опекун а батька и соответственно вот эта способность вопрос состоит в том какие мы в современном обществе не встречаем такой тяги людей создавать общество филателлистов католиков или филателлистов православных или еще то есть вот эта тяга создания ассоциаций которая его поразила в Америке что как только возникает общий интерес там боулинг или еще что-то такое люди создают ассоциации люди любят летние школы они создают ассоциации летних школ и так далее сейчас такой способности к этим ассоциациям мы не видим вопрос каким образом может быть переосмысленно древнее и классическое основание Аристотель говорит что основанием полиса является дружба филия и таквиль упоминает дружбу вот в этом индивидуалистическом катексте люди замыкаются в кружок семьи замыкаются в кружок дружбы и так далее может ли быть по новому другой взгляд на гражданское ценности дружбы и в частности на преодоление вот этой непостоянства это действительно одно из очень сильных уязвимых мест мы привязаны к твиттеру к тому что происходит в этой минуте в эту вот символу и в частности мне кажется одной из больших отличий западной культуры и постсоветской на западе умирает крупный ученый возникает сразу общество друзей этого ученого в россии умирает крупный ученый и ничего похожего не возникает может быть есть исключение но правило печально вопрос новой судьбы дружбы в этом гражданском контексте на западе это просто факт когда умер твардовский Владимир Лакшин хотел создать общество трудей твардовского любителя его поэзии выяснилось что в советской России для создания общества требовалось специальное решение цк партии естественно общество создано не было так что говорить о своеобразии нашей ситуации нужно с учетом того что все гражданские реформы разрушались в течение 90 лет создано когда была французская революция первое правительство в самом начале революции один главный закон был как он называет супрессион дэнс 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 французская, это была супрессионная корпорация профессиональная, луя Лешателлия. Устранение корпоративных ассоциаций, запрет на создание корпоративных ассоциаций, это один из первых законов революции. С первых законов, может быть не осознательно, революция хотела родить индивидуализм. И это очень интересно. Возникновение корпоративных ассоциаций, это связи с традиционными ассоциаций, между людьми в одном этнике, это было не так. Возникновение корпоративных, по принципу профессионального трудничества, были на корню. И была декларация о правах человека, очень важное событие, но эта декларация тоже очень абстрактная. И выражение свободы в этой декларации, это выражение очень индивидуалистской свободы. Свобода состоит в том, что все могут делать то, что не мешает другим соседам. Так что в калибеле демократии у нас есть сильное стремление к индивидуализму. Правительство хочет иметь напротив для каждого гражданина. И вот, в другой лекции я могу объяснить, что лекарство для этой патологии, индивидуалистической демократии, является для Токвиля. право на создание ассоциации, и выражение местной политической ответственности в городе и в районе. И потом религия, другое лекарство, вера и духовная динамика. Спасибо. 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 У меня, сперва у меня, сейчас возникла об этом, потому что это индивидуальность, французская специальность. Я думаю, что это у нас, но это как нужно сказать, процессы. У меня двойной вопрос. Первый, мы думали, в самом начале, о том, что об этом плане французского правительства, перевести его на разные языки. Это они так делали, они перевели этот проект в сторону. Я думаю, на Украине, например. То есть с помощью французского правительства. Да. А второй вопрос, вы думаете, что он, как сказать, кроме таксистического и теоретического значения, он имеет практическое значение сегодня. Я в такой ситуации создался в Украине после развала коммунизма. Это, как сказать, можно положиться на него или неужели нужно положиться, так сказать, на более современных авторов? Я думаю, даже если, например, только вы сегодня поехали в Америку, он, наверное, не так писал. Наверное, во Франции он нашел гораздо более усепен равенства. Так что в смысле практического употребления таксиста, неужели он не автор, который не имеет такого значения? Я думаю, что, да, есть более современные авторы, которые близки к реальности, я думаю. Но когда Токвилл пишет, что когда я смотрел на Америку, я видел больше, чем Америки. И я постарался показать, что он экстрейт де луан, он экстрейт де луан демократии. Общие законы к демократическому жизни. Которые можно смотреть или испытывать и в Америке, и во Франции, но есть разные. Да, и так что, например, мягкий деспотизм демократии, это чувствуется больше всего во Франции, и не так в Америке. Но есть, например, во второй части «La Démocratie en Amérique» он много пишет о нраве, о искусстве, о мысли в демократии, в демократической ментальности. Я думаю, что это еще очень-очень отвечает к реальности, и в Америке тоже есть специальные демократические нравы. Как я понял это сказано, у Вилья есть еще одно странное сходство с марксизмом. Как Маркс в свое время почему-то решил, что вот государство возьмет в свои руки все, что можно взять, а потом, вероятно, объевшись, начнет отмирать непонятно по какой причине. Так же точно здесь получается, что вот правительство сначала получает все возможности создавать вот этого маленького человека, который теоретически смотрит на мир и моргает по любому поводу, а потом вдруг утратит полностью инстинкт самосохранения, начинает возвращать ему вкус в будущее. Непонятно почему и зачем. Так Вилья как-то видел вот это противоречие или нет? По крайней мере, в всей переводе могу частичный ответ также сказать Томасу Бронеров. Я столкнулся во Франции, что люди, которые анализировали коммунизм и влияние коммунизма не только в Восточную Родину, но и в Западе, и далее по Франции и так далее, например, Монсуа Фюре. Он написал целую книгу о Таквиле и, по его мнению, Таквиле стал первым крупным мыслительным демократии, как, условно говоря, Аристотель написал книгу «Этика». И действительно, сегодня, если об этом пишет Хадер, Марс или Таила, или еще кто-то, они в любом случае, в новом контексте развивают проблематику Таквида. Точно так же, как человек может сегодня писать книгу «Этика», он может не упоминать Аристотеля, но он развивает его тему. Я понял этот проект так, чтобы помогать этим обществам перейти, так сказать, транспортироваться. И для этого я вообще не осваиваю его теоретическое, политологическое и даже грузовское значение. Но для практики, для сегодняшней практики, это поэтому… Я знаю, например, что были… Немецкое правительство, конечно, тоже что-нибудь сделает. Они перевели Конституции Западные. Я знаю, например, что Армянская Конституция в большой части… Я знаю лично человека, который писал, более или менее он профессор права в Камбурге, был уже на пенсии, что писал Армянская Конституция. Так что это меня навело на эту идею. Нравы и институции делают сами уже, но они имеют свои последствия, так сказать. Но это… Мой вопрос был в том, можно ли помощью него, кто говорил, так сказать, практично транспортировать одно общество. Но уже это, наверное, простите. Конечно. Мой вопрос был. Мой вопрос был? Мой вопрос был. Я знаю, что целая школа всё-таки существует, в частности, в области права и социологии постсоветской, которая вдохновляется. То есть человеком, который просто видел про и контр того режима, который здесь начинается. Но, конечно, практические выводы... Один из самых серьезных выводов, это, конечно, поиск лекарств от этой опекунской власти, которая распространяется сейчас и в нашей стране, и в других странах. Для Токвиля очень важно, что каждому был дан круг, где он может реально испытывать и упражнять ответственную свободу. И так, потому что... Главная опасность для демократической жизни по Токвилю — это неответственность. Это неответственность. И мы, я думаю, что... Мы чувствуем это, что... И так что... И для морального развития личности человека это очень... Он написал, мы слышали, что... Провидение. Провидение Бога открыло для каждого человека особенный круг, где он может и творить, и упражнять свою личную свободу. И это очень важно. И демократический этос надо особенно это разрешать. Так что он связывает моральное... Личное моральное развитие человека и политическое жизнь. И это очень интересно. И это очень важно. Провидение. И считаете ли Вы, что такие понятия, как свобода, ответственность... Еще немножко... И можно его назвать экзистенциалистом? Да. Да. Хорошо. Да. Экзистенциалист. Ага. Я, если можно, еще реплику. Слушая оценивей, подумал, что, по сути дела, у нас эти слова очень быстро, ну, за 15-20 лет, стали, ну, мягко говоря, прозой, которой мало кто интересуется. А Таквин предлагает определенную поэтику. Он пытается актуализировать... Это, кстати, было актуально и для французов, и для Франции. Почему возник к нему такой огромный интерес в 80-е годы? Потому что демократия стала бюрократией. Это отдают каким-то бюрократам в Брюсселе. Народ этим не занимается, не интересуется. И нужно опять ощутить вкус в самой проблематике, чтобы понять, как анализировать этот климат, который на нас свалился, только не натуральный, а гражданский, политический. И, действительно, он дает возможность. Я помню вот мое впечатление. Я сначала не очень понимал, почему вообще так ему увлекаются. А потом, действительно, ты начинаешь понимать, что он эти вопросы возвращает в обсуждение. Те вопросы, от которых мы пытаемся отвлечься, уйти от них, как те, которые мы отдадим депутатам, парламентам и так далее. А он показывает, что в этом и есть реальная проблема свободы. С этого начинается наша неволая. И бесправильно. У вас еще вопросы? На белорусский переведем? Да. Переведем на белорусский? В какой-то смысле можно сказать, что белорусское общество сейчас находится в такой ситуации, что надо только поменять власть, и начнется новая жизнь. Да. И мне кажется, чем важна и полезна и эта книга, и этот автор, что это личная ответственность, личный вопрос. То есть человек должен себе задать. Потому что хорошее есть у Бибихина, философа Бибихина, есть такое место, где он пишет про власть и революцию. Что революция – это праздник власти. Из огня революции власть, как птица Феникс, выходит помолодевшая и окрепшая. То есть вот такое ощущение в обществе, что оно из одного огня попадет в другое пламя и совершенно не способно само себя держать. Естественно, надеяться на то, что те, кто придут с новыми идеями, с демократическими идеями – это будут люди достойные, это люди будут бесконечно, безупречно честные и так далее. А то, что нужно из себя вырастать, в себе взращивать эти качества и способности – этого не видно. потому что те же самые люди того же самого потребительского склада. Вот это вот, к сожалению, не… Поэтому это необходимые речки. Да. Есть у кого-то вопросы? Да. Тогда поблагодарим и будем ожидать продолжения. Спасибо.